смотритесь в кадры этого видео узнаете жители различных южных регионов многих многих областях россии на украине страны средиземноморья а также восточная центральная европа знают и соприкасаются с этим растением паразитом который называется павелика это карантинный сорняк который не знаком еще с детства в те годы можно было легко заказать на ферме так как папа работал в колхозе то можно было заказать пару прицепов навоза и вот да там было много животных столько ферм что вот этого добра навоза еще не перегнившего да и чуть-чуть перегнившего этого всего было много можно было вот это купить так как он был колхозник всего-навсего за несколько рублей да и за магарыч и вот после того когда осенью вот этот навоз был разбросом по огороду земля была запахана и весной посадили картофель потом кукурузу и другие овощные растения уже позже когда почва прогрелась и как только установилась тепло в плюс 25 градусов уже было у нас тогда на севере одесской области украине перепадали дождики часто влаги было достаточно и вот однажды я увидела как родители выходной день что-то делали с ведром ходя по картофелю по участку где рос картофель они что-то тихо говорили сложили ведро рядышком где-то с какими-то кустами и что-то там выбирали собирали и потом я уже сама увидела мне показали как это делать собирали вот эти все ниточки и вырывали выкапывали аккуратно все растения не только картофель но и сорняки если там были на которых вот росли эти ниточки затем все собранное аккуратно выносили на край огорода и там разводился сначала костер вот а потом в этот костер забрасывали все что там собрали обжигали потом и само ведро оно старое было поэтому они не жалели ли его прогорало и вот папа однажды мне сказал привел когда стал собирать вот очередной вот этот очаг с повеликой он мне сказал что это очень очень страшное растение и его можно только сжигать по-другому его нельзя от него избавиться иначе даже вот мне просил собирать все 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 маленькие кусочки почему потому что даже от самого маленького кусочка могут потом через несколько дней пойдет дождик или просопал и кусочек вот этот прорастает и снова начинает расти вот этот паразит помню как папа тогда выкопал мне показал результат вот где работала повелика выкопал куст картофеля где была повелика там нашли всего-навсего мелкие несколько картошечек а рядом куста выкопали молодого картофеля там были все очень красивые картошечки здоровые и они были самые маленькие мой детский кулак размер но и больше и у меня было задание в это старое ведро собирать вот эти все ниточки и растюхи и я вот день 2 проходила и собирала вот эти если где-то появлялась а появлялись они еще они были маленькие я вот это все собирала и даже с почвой чуть-чуть и потом сжигали с этого ведра снова разводили костер и вот до того момента пока они перестали уже появляться вот это моя работа была сбора вот этих ниточек повелики еще на следующий год было несколько очагов повелики но мы снова собирали из зеленых растений в ведро и снова же сжигали с тех пор в огороде использовали перегной от домашних животных и птицы от своих и повелики больше не появлялась на нашем огороде вернее на огороде родителей только имея уже свой участок также снова же у нас суглинки я заказала в сельхозпредприятии прицеп перегноя на ферме история с повеликой повторилась но я уже знала что это растение паразит и собирала как родители старое металлическое тоже ведро и сжигала нити вместе с растениями на которых они появлялись пару лет были еще новые очишки повелики но мы с ними разбирали старым испытанным способом постепенно мы избавились от этого паразитического карантинного растения но когда стали заниматься тепличным производством овощей опять купили несколько прицепов перегноя и уже в теплице в нескольких местах стали произрастать желтые ниточки общалась я тогда со старыми агрономами чтобы понять принцип развития паразита и поняла что химия не поможет в колхозе в салхозе использовали гербициды сильнейшие вот я не могла позволить себе вот такое потому что это и отравление почвы и отравление самого растения да и дышать в теплице не только в теплице даже в открытом грунте если нагревается почва влажная почва и ты дышишь вот этими парами снова же того же гербицида и очень плохо себя чувствовала поэтому я от гербицидов отказалась но вот снова была кропотливая ручная уборка всходов вот этих ниточек и сжигания ну а от мудрых аграрии узнала много интересного об этом я вот такой рисунок сделала увеличенном размере чтобы было понятно и видно как произрастает семечка повелики и как дальше движется и что делает вот его нужные условия на почве и обязательно ну где-то 0 2 миллиметра достаточно для того чтобы вот проросло семечка этого однолетнего растения ну вот они сохраняют свою схожесть семена я уже чуть чуть раньше сказала что попадая вниз при пахоте или перекопки глубже 7 сантиметров естественно они сохраняют еще свою схожесть даже и при исследованиях и 8 и даже больше лет вот при тех испытаниях которые проводили ученые и и если вот семечка попадает на почву снова же перевернули землю перекопали то естественно при хороших благоприятных условиях она начинает прорастать а какие-то благоприятные условия это температура от плюс 18 до плюс 30 и должна быть и влажность 60 80 процентов но чаще всего идеально вот это 25 27 температура как раз в теплице получается и там и влажность высокая поэтому тепличники больше всего наблюдают после использования вот перегноя в теплицах они видят вот встречаются часто с этим растением и причем встречи начались учащаться все чаще и чаще и этот вредитель карантины заходят все вглубь и вглубь в те регионы где было раньше холодно и это растение там не росло потому что это растение из теплых тропических стран и она там произрастает уже давным-давно холод ему не подходит ну давайте рассмотрим уже так как меняется погода и будет естественно меняться ореол движение повелики давайте рассмотрим как все происходит вот смотрите семечка взошла вот глубина на почве просто сверху или же глубина где-то 2 миллиметра не больше вот это прекрасное произрастание что происходит с этим с этим семечкой с этой семечкой где-то после полива в течение где-то 5 дней иногда и если вот высокая влажность 80 процентов то и три дня даже начинается пророст пророст этого семечки и вот эту ниточку начинается вот так интересно что внутри идет росточек вот такой спиралькой и когда вот эти условия созданы 27 градусов 80 процентов влажности и вот пошел рост и выходят наверх но чтобы иметь силу нужные питательные вещества и вода поэтому здесь вот внизу такой маленький тонкий корешочек появляется из этой семечки из этой семечки тонкие тонкие волосики я наблюдала как-то взяла увеличительное стекло просто не сняла к сожалению может быть счастью не знаю но вот там волосики внизу вот здесь вот такая ниточка если его такую ниточку увидела я обязательно вместе с почвой вот это забираю и потом сжигаю но вот сколько может наращивать вот это ниточка сколько расти и двигаться ученые провели исследование и пришли к выводу что вот этому мельчайшая семечка она очень маленькая можно набраться столько питательных веществ у меня вообще такое ощущение что это не просто растение физического плана а это и растение высокого сознания но мы пока называем паразитом возможно в другом уровне что-то будет и другое но на сегодняшний день я понимаю что вот это питание в течение до 25 дней вас малей маленькой семечки вот это питание и рост 25 дней и есть исследование что до 30 сантиметров вот это мы ниточка вырастает но это невозможно вот обычно обычная семья не может так долго питать считайте больше трех недель и ниточка в 30 сантиметров здесь другие законы воздействуют и естественно другие энергетические питательные вещества дается растению она себе находит это и делает и вот если рядышком нет культурного растения вот если его она отсутствует 25 день то прошел 26 день вот это все погибает но если есть растение то естественно у нас происходит в дальнейшем вот такие процессы процессы внедрения дальше вот уже следующий рисунок я решила нарисовать и чтобы было более понятно как это происходит и почему нужно убирать вот эти растения смотрите вместе с растения с теми растениями которые на которых они вот присосались и внедрились в это растение смотрите когда уже попала к вот это в разрезе в большом таком разрезе вот растение веточка какая-то да вот это растение ну пусть это будет картофель вот есть растение которые не на которым не нравится это зерновые пшеницы а вес они не растут на этих полях и на этих посадках а вот овощи картофель и много других растений им очень подходит и вот внедрилась вот эта ниточка что происходит дальше а дальше вот происходит прорастание тут выделяется вот эти присосочки такие вот эти присоски выделяют особые вещества и эти особые вещества вот они эти вещества выделяют гаустории так называемые эти вещества разъедают сделают мягенькой вот стеночку растения то ли листик то ли вот это стебелек скорее всего лучше стебельку тянется и проникает вот этими гаусториями пересосками внутрь растения идет развитие вот такое клеточка делится и идет двигается двигается ищет именно там где идет в растение поток воды и питательных веществ вот сюда вот она внедряется и вот происходит дальше очень интересные вещи и вот что происходит в течение 10-12 часов после момента присоски вот это уже происходит внедрение в растение и начинается уже жизнь за счет вот этого донора растения на которые вот присосалась вот это растение а так как она дальше продолжает расти вверх то внутри у него есть питание а сверху продолжает расти вы видели на видео какие замечательные заросли повелики вот этот рисунок уже когда повелика у нас уже на самом растении кстати даже при подходе к растению она уже собирает информацию о своем доноре и затем когда уже внедряется она управляет обменом веществ это только надо быть очень высокого уровня сознания иметь чтобы вот такие процессы проводить и вот проникает проникнув внутрь растения вот этот паразит забирает из растения вот из этого потока питательных веществ с водой забирает 50 процентов рыбонуклеиновых кислот вместе с водой и вот с сахаром то что и дает ему хороший рост а отдает вот от себя уже это взял отдает 25 процентов собственных рыбонуклеиновых кислот но и заодно с этим отдает растительные вирусы а сейчас именно повелика имеет все посленые вирусы те же тот же столбур который распространяет вот по всем растениям вот это страшное заболевание вот получи вот эти 50 процентов от растения из этих питательных потоков растение донора начинает повелика отправлять свои днк и и отправляя вот эти 25 процентов днк она как раз в это время дает команду команду самому растению на котором она находится понизить свой уровень защиты и беспрепятственно питаться соками растения естественно разрастается очень большое растение получается и в тем временем видите что одновременно получается что были зеленые потоки и вот это все распространяется потому что не в одном месте а в нескольких вот по всему стволику вот это все запутывается 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 и растение потихоньку чахнет и потом полностью погибают зато на шести квадратных метрах у нас вот такая прекрасная растет картина такой ковер по велики познакомившись с физиологией вот этого паразита можно понять что биопрепараты нам недоступны гербицидами мы не можем пользоваться поэтому у наших руках о спасении от этого растения паразита мы должны внимательно следить если используем перегной из больших предприятий то здесь нужно очень внимательно следить за произрастанием за появлением вот этих тоненьких маленьких всходов ниточек они сначала беленькие потом желтеют все больше тянутся вот вместе с почвой вот это нужно забирать и еще смотреть грядки особенно морковь вот я купилась два года назад на пакете красивые отечественные семена моркови специально зная что моркови уже у меня такое раньше было и я специально пересмотрела все семена перебрала но я не нашла там семена повелики насколько повелика умнейшее растение что она там где вот растет она формирует семена такого же цвета такого же размера размера как и семена того растения с которого будут собирать это высочайший уровень снова восхищаюсь конечно уровнем этого растения понимаю что в дальнейшем ученые будут раскрывать вот эти особые какие-то характеристики для чего это растение тоже нужно будет понять и для чего это можно будет использовать хотя знаю что и фармакологии используют это растение но в данном случае нам дачникам огородникам что делать меня вот многие спрашивают вот почта в последние годы моя вот пестрит и вот этими сообщениями что это такое и как с ним бороться ребята могу точно сказать что никакая химия ничего не поможет и нужно только работать вручную собирать и таким образом выбирать выбирать и перестать пользоваться вот этими общественными доставками перегноя с общественных мест где живут крупный рогатный скотами коровы и выращивать на мясо карас поэтому нужно уже сейчас заботиться о том чтобы было плодородие почвы с помощью зеленых удобрений и седиратов нужно создавать условия для того чтобы этого паразита не было на нашем огороде на наших грядках и особенно в теплицах совет такой трудимся собираем наблюдаем и все время собираем собирая обязательно с почвой если что-то нахожу но вот она моркови увидела сеяла посеяла у меня в двух местах появились через какое-то время после всхода появились вот эти ниточки вместе с моркови и землей было все собрано и сожжено вот такая тема очень важная ее подготовили для вас раиса горяченко и александр волик на сегодняшний день вот есть такая информация и такие способы борьбы с этим паразитом с этим карантинным сорняком прощаемся с вами пусть на ваших участках все будет чисто и хорошо и ваши растения все будут здоровы всего вам доброго а